Ну что ж, я хочу поздравить тебя тоже с майскими праздниками и узнать, какая ситуация внутри. Какие отношения с девочками сложились на проекте, поскольку действительно четвертый месяц. Финал практически вот-вот, всем уже светит корона, шуба. Какие обострения внутри? Я поставила вопрос. Спасибо за поздравление. Состояние внутри, все замечательно, то есть я настолько себя чувствую комфортно, счастливо. На самом деле, пару дней назад я задумалась о том, что скоро будет уже конец, финал, скоро все закончится, и немножко грустно. Грустно? Да, очень, я вот прямо это осознанно поняла, потому что вот это состояние, наверное, оно со многими вещами связано. То есть я анализировала, делала какие-то выводы, и настолько чувствую себя счастливой. Ну, конечно же, в финальный месяц проекта я задаю всем один и тот же вопрос. Чему научились на проекте, какие вот навыки приобрели, без которых, понимаете, что дальше-то жизнь невозможна? Ну, на самом деле, проект, он замечательный тем, что много всего нам дало. То есть пусть, конечно, говорим мы о голубом по Европе, но тем не менее, для меня было удивительным открытие того, что то, что мне не было никогда интересно, и наоборот, то, что мне было интересно, точно противоположные какие-то такие данные выдали в конечном итоге. То есть, например, пилон, он мне никогда, ну, не был интересен, я никогда не задумывалась, хотя в спортзале у меня девочки звали на занятия. То есть, ну, я не проявляла какой-то интереса и, соответственно, не ходила. Вот. Но сейчас он настолько мне интересен, настолько я увлеклась, и прям я точно понимаю, что я хочу довести, во-первых, до какого-то конечного результата, до танца красиво. Вот. И, возможно, скорее всего, я буду этим в дальнейшем заниматься. Вот. Хотя есть там синяки, там... До сих пор есть синяки? Да, могу даже показать. Показывай. Вот. То есть одни заканчиваются, потом другие появляются. Вот. Ну, это все не число по сравнению с тем кайфом, который ты ощущаешь от того, что получается. Но это было не сразу. Вот именно поэтому и ковид. А что еще? Так, а дружок, профилон. Ну, что-то было, наоборот, неинтересно. Хотя... Например? Ну, например, ораторское искусство. То есть я настолько ждала это занятие, прям хотела прийти. И в результате я не открыла для себя каких-то таких новшеств. Мне кажется, ты ораторишь, что ты лучше, чем раньше, нет? Ну, нет. Я не говорю, что это сказалось нам неплохо. Ни в коем случае. Когда-то я хотела пройти эти курсы. То есть из-за нехватки времени когда-то, да, то есть у меня все это отказалось, откладывалось. Поэтому я ждала это занятие. Ну, ты пришла на реалити-шоу «Идеальная женщина» и получила здесь все от пилона до ораторского искусства. Скажи, на отношения с мужчиной как повлиял проект? Здесь все замечательно. На самом деле, психологи, да, вот у нас есть несколько психологов, здесь тоже есть определенные моменты. Многие мне говорят, что я прям все хочу, идеал какой-то, что стремлюсь к такому. Да, то есть, ну, когда-то, может быть, я это понимала, здесь прям это все, ну, изнанку, скажем так, вывернули. Вот. И я, опять-таки, сделала выводы, что мне это, в принципе, не мешает. То есть я добилась, чего я хотела. А сейчас рядом со мной человек, которого я безумно люблю, который у меня настолько, ну, комфортен, с которым я счастлива. На сегодняшний день. Дай бог вам все самое наилучшее. Я напоминаю, дорогие телезрители, чтобы поддержать наших участниц, вы можете на сайте www.television.ru Я еще не все сказала. Давай еще говори. Ну, на самом деле, я очень благодарна проекту, потому что такая встряска мозгов, такая встряска души, тела, нервов. Это все прям, я кайфую от этого. Сегодня поговорим об изменах. Я расскажу одну-две основные причины, почему мужчины изменяют. Нет. Более полную информацию я дам на своем закрытом тренинге, который пройдет 17 мая в семейном клубе «Любящие сердца». Пользуясь случаем, как бы приглашаю вас туда. Я не одобряю и не призываю к сексу на первом свидании. Единственное, что я хотел сказать, то, что это не... Если вы переспали с мужчиной или занялись любовью с ним при первом же свидании, это не значит, по определению, что он вас будет считать проституткой на следующий день. Или девушкой легкого поведения. Это не так. И вы себя так же чувствовать не должны. Действительно ли виновата женщина в изменах? Вот сейчас плавно переходим в эту тему. Да, я говорю, не люблю слово «виновато». Но тут, как говорю, можно назвать причинно-следственной связью, можно назвать еще как-то. Но я, как и в прошлый раз сказал, да, все зависит от женщины. И да, можно сказать, что женщина виновата. Не потому что у меня проект «Мужской ответ», да, то есть и это с точки зрения мужчины я рассуждаю. Вот когда вы начинаете только встречаться, мужчина же не изменяет вам на первый, на второй, на третий день. То есть, вот, да, то есть проходит какое-то время, и потом только происходит измена. И тут все просто, да, то есть, ну, он же ни с того ни с сего взял и пошел налево, начал изменять, да. Он был с вами, он был вам верен, и тут бац, бам, он что, не с той ноги просто встал в один прекрасный день? Нет. То есть, что-то произошло в любом случае. А что могло произойти, и кто же тогда виноват, если у вас в отношениях всего двое? То есть, причиной, кроме вас, быть некому. И пока вы сами себе этом не признаетесь, что от вас все зависит, как бы, да, то есть, пойдет мужчина изменять или не пойдет, то есть, в принципе, вы на грани риска так и будете находиться. Красивая. Да. Целеустремленная. Да. Смелая. Да. Деловая. Да. Ответственная. Да. Самостоятельная. Да. Отличные качества для женщины, да? Вам не кажется? Вот если бы мне все то же самое сказали, я был бы безумно рад. Ответственная, да? Я бы, и вот, мне кажется, я бы сказал сейчас еще мужественная, ты бы тоже сказал да. Нет. Ну, потому что, ну, корень, да, муж услышал бы, поэтому ты бы сказала нет. То есть, все просто, да, то есть, я тебя вижу второй раз, отчасти скажу, да, то есть, благодаря твоему инстаграму. Я тогда еще, когда мы разговаривали после первого тренинга, да, то есть, думать, что-то, что-то, где-то, вот, я не понимаю, что где. Когда я увидел в инстаграм, чем ты занимаешься, у меня все, пазл сложился, да, то есть, в бизнесе, девочка. Так, на себя, на себя работаешь, хорошо зарабатываешь. Ну, хорошо-нехорошо, роли не играют. Попрыгать сможешь вот так? Ничего не звенит? Нет. Нет у меня есть. Есть. Вот. Нет, у меня есть. Отлично. А вот, а так слышится очень, самое. Ты реально, ты мужчина в юбке. Ты мужчина в юбке. Я тебе, вот, ты говоришь нет, вспомните прошлую нашу встречу. Я сейчас, ты можешь обидеться и в конце меня можешь послать вообще, да, хобби. Мне все равно. Но если ты хотя бы задумаешься об этом, я буду очень рад. Вспомните наш тот разговор после тренинга, когда мы стояли, да, вот так вот в полукруге вы меня, да, она вот так села. Мы все стояли, стоят девушки в ряд. То есть, ты до чего в роли уже, как бы, ну, в этой, да, то есть, ты сама, ты сможешь, ты сильная, все круто, да, то есть, мужик будет хорошо, не будет, сама разберусь. Да, то есть, я сама заработаю, сама себя обеспечу. А ты это показываешь только своему мужчине? То есть, ты считаешь, что женщина это та, которую видит женщиной только ее мужчина? Нет, нет. А что ты будешь делать, если этого мужчины не станет? То есть, ты, как бы, и останешься для всех остальных мужчин? Ну, я себя мужчин не считаю, начнем с этого. Естественно, никогда никто, то есть, еще тем более на публике, вот, никогда никто не признается. Ну, нет, я считаю, что девочки тоже искренне с этим многие не согласятся. Возможно. Вот я тебя увидел первый раз, увидел второй раз. Я смотрю в твои глаза, я вижу, да, то есть. У тебя были долгие отношения? Были. Правильно, я ни капельки не сомневался. Несколько лет наверняка, да? Были. Вот, чем закончились? Ну, а к чему могут расставаться, если у меня новые отношения? Не, отлично, отлично. Понятно дело, что они закончили с расставанием. Ты для себя-то вывод хоть какой-нибудь сделала? Конечно, я всегда делаю его для себя. Аналитика, вывод, да? То есть, это вот вы не согласны, ты не согласна. Это вот у тебя женский подход, да, ты считаешь? И, может, ты еще считаешь то, что на своих ошибках учатся, да? Или, может быть, ты считаешь то, что ты опыта набралась? Нет, я считаю, что и на своих, и на чужих ошибках еще круче учиться. На чужих-то вообще круто, да? Только какая женщина, интересно, будет тебя учить на своих ошибках? Какая женщина искренне будет говорить, слушай, я вот так вот, она ошибалась, да? Не повторяй вот это, вот это. Ты бы сейчас мне приподнял бы, а не принижайся. А подожди, я тебя ни в коем случае не принижаю. Ты безумно красивая. У тебя, у любого мужчины возникает, мне кажется, желание быть с тобой и в сексуальном плане, да? Мужчина видит сильную женщину, да, самостоятельную такую вся вот. И мужчина по определению так, как самец, да, то есть он хочет ее, ну, сломать, ей обладать. То есть ты такая крутая, а я круче, я возьму тебя. Понимаешь, вот ты такое желание вызываешь. То есть мужчины хотят тебя. Вот просто мужчины тебя хотят. Тогда вопрос, почему ты такое впечатление производишь? Зачем? Не знаю. Ты, ну, и ты вот, и на вопросы на мои, ты же ответила на все утвердительно. Да. То есть не я же тебя за язык тянул, ты сказал, да, я такая. Но ведь это мужские качества. Красивая, да. Ну, красивая я специально начал с этого. Ты на все мужские качества, я говорю, целеустремленная. Ну, если ты, качество успешного, целеустремленного человека, но не обязательно ты мужчина должен. Слушай, это вот, знаешь, вот сейчас ты говоришь о самой, ну, не самой, вернее, но одной из больших ошибок, когда женщина перестает считать себя, что это вот качество женщины, да, ты начинаешь, ты берешь какие-то качества мужские, да, и покрываешь это тем, что это качество человека, то есть и мужчины, и женщины. То есть ты уже делаешь шаг, получается, куда-то между, от женщины, да, то есть куда-то между. Я взяла типа самое лучшее от мужиков, но при этом еще и осталось это. Ну, слушай, ну, это тогда реально как бы идеальная женщина. Даже, а, не идеальная, ладно бы идеальная женщина, тогда идеальный человек, получается, да. Эта проблема, она есть в России, вот, и она, наверное, в тройку, в четверку входит пунктов, почему мужчина уходит. Или не уходит, вернее, а идет налево. Ни один нормальный, ну, в смысле, адекватный мужчина в плане, как бы, не геи там и так далее, да, я имею в виду, вот, он не будет с этим, ты, надеюсь, ты согласишься, то есть ни один мужчина не будет с, ну, как бы, назовем, не знаю, там, фантомом и другим человеком, пускай и в теории, да, как с яйцами, то есть мужик не будет с тем, с тем, с той же, с ощущением мужика, короче говоря, когда с ним рядом, вот, слава богу, уже, слушай, за два дня ты первый раз со мной согласилась. Так, на этой позитивной ноте, что, наконец-то, Света со мной согласилась первый раз, то есть подведем небольшой итог. Проблема баб с яйцами, так назовем, она существует, она прогрессирует, к сожалению, и хотелось бы, чтобы все-таки женщина оставалась женщиной, потому что, в первую очередь, именно этого ждет от нее мужчина. Как раз мой мужчина так и считает. Поаплодируем ему. Сергей Клим, ведущий популярных тренингов для женщин, обучался в лучших тренинг-центрах Москвы и Европы, много путешествовал, изучал психологию отношений в других странах, автор проекта «Мужской ответ на женские вопросы», суть которого заключается в принципиально честном, независимом мужском взгляде, что является определяющим фактором в каждом тренинге. Телефон 8-927-236-11-91. Сегодня у нас была тема измен. Сергей на моем примере показал, какая я и какой не нужно быть. Пример себя, я считаю, неуспешный, потому что я не подхожу под это описание. Но на самом деле есть такой тип женщин, ну, провальный в отношениях. Но он не про меня. И снова привет. За время добывания на проекте «Идеальная женщина» моя жизнь изменилась в кипящую, бурлящую сторону. В самом хорошем смысле этого слова. Полное погружение в разнообразные занятия заставляет двигаться вперед и совершенствоваться. С появлением проекта у меня появились новые отношения, что я считаю самым важным для себя, как для девочки. Благодаря полученным знаниям на проекте с удовольствием воспользуюсь зародившихся отношениями. Реальти-проект для меня дал возможность открыть новое вдохновение, которое хочется поливать и выращивать каждый день. Смотрите сразу после короткой рекламной паузы. Ни в коем случае не наносите помаду без карандаша, без контура. Она может расплыться, она будет нестойко держаться. Отругала своих тараканов, рассадила их по полочкам, запретила меняться местами. И это правильно, потому что это твой ритм жизни.